Когда Иван, местный егерь, проходил мимо лесных ловушек, он увидел в одной из них ослабевшего старенького волка. Животное едва дышало. Егерь, не раздумывая, поднял волка и отнес его в свой дом. Спустя некоторое время волк оправился и вернулся в лес, но через полгода Иван услышал вой во дворе и постучали в дверь. Изначально Иван мечтал приручить дикого волка и оставить его у себя. Волк постепенно восстанавливал силы, питаясь обильно, но со временем стал избегать компании других животных. Поняв, что животное тоскует по свободе, Иван отпустил его обратно в лес. Время шло, и Иван иногда вспоминал о своем необычном спутнике, смиряясь с мыслью, что больше его не увидят. Но однажды вечером, когда ночь уже опустилась на деревню, раздался знакомый вой и стук в дверь. Деревня была вдали, и, открыв дверь, Иван увидел перед собой истощенную девушку. Неподалеку стоял тот самый волк, когда-то спасенный егерем. Как только девушка немного согрелась, она рассказала свою историю. Звали ее Вероника, и она приехала в гости к родственникам. Заблудившись во время прогулки по лесу, она встретила волка. Волк вел себя неагрессивно и вел ее по узкой тропинке. Вероника интуитивно пошла за ним, и он привел ее к дому Ивана. Иван и Вероника быстро нашли общий язык и вскоре стали парой. Старый волк остался с ними, больше не стремясь в лес. Эта история стала ярким примером того, как даже дикие животные способны на проявление сочувствия и демонстрацию по-человечески благородных качеств. Продолжение следует...